Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на вчерашнюю статью по берухе на Яндекс.Дзене под названием «12-го рожу за деньги». Вы знаете, Лёлька очень возмущена, ей там написали о том, что Гришаня женился исключительно на Лёле из-за выгоды. Нет, не из-за её неземной красоты, не из-за великой любви, которую он начал испытывать к Лёльке, а исключительно из-за выгоды. Мол, баба с хозяйством и с баблом, поэтому окучивал долго, вам это так приятно было, типа вы ему нужны. У вас тоже есть меркантильный интерес, он же всю жизнь теперь будет вам стройки делать безвозмездно, а это вам очень даже выгодно. Ну и, конечно же, друзья мои, Лёлька возмутилась и решила всем доказать, что это не так. Как вы знаете, в статье будут такие интересные моменты от поберухи, которая, ну, практически, я бы сказала, выставила себя эдакой женщиной-вамп, которую Гриша увидел, друзья мои, много лет тому назад и даже запомнил, представляете, подробно в деталях, как и во что была одета Лёлька. Ребят, вы в это верите? Ну, конечно же, конечно же, мы Лёльке, естественно, верим, в кавычках, да. Верю, верю, как говорится, каждому зверю, а тебе ежу покажу. Короче, Лёлька начала рассказывать, начала объяснять, мол, так и так, вообще-то сбылась моя мечта – меркантильная любовь. Ну да, всё как любит Лёлька. Когда влюблены не безответственные голодранцы, а люди, состоявшиеся, способные обеспечить свою семью финансово. Но здесь уже, друзья мои, мне кажется, что можно смело смеяться, представляете? Лёлька воспринимает своих альфонсов, нет, говорит, это не безответственные голодранцы, а люди, которые способны финансово обеспечить свою семью. Лёль, как-то очень странно получается, Гриша пришёл к тебе, у Гриши нет ни кола, ни двора, у Гриши вообще ни черта нет, и не успел к Лёльке прийти, не успел улечься в постель, будучи ещё женатым на другой женщине, как Лёлька, бац, и ему, друзья мои, за кекс зубки сделала, да. А ещё и, конечно же, ещё и свадебку сыграла, ну, понятное дело, не на свои, но на те денежки, которые могла потратить на себя, ведь хомяки донатят не Григорию, а хомяки Лёлькины донатят, конечно же, самой Поберусь. И она пишет дальше, опираясь на свой не такой уж и большой, всего-то три официальных брака. Ребят, я в шоке, это что, она уже и этот брак посчитала, всё, как говорится, кранты. Гришане, ты там смотри, я так понимаю, ты следующий на выгод. Ну, и, собственно, начинает она рассказывать, как они познакомились с Гришей. Вы знаете, вот, почитав эту статью, я хочу сказать, что Лёльке только романы писать. Прямо всё описала в подробностях, ну, честно, смешно. Пишет, итак, мы познакомились с Григорием давно. На тот момент он ещё был семейным человеком, да. На тот момент, Крюлька, он действительно ещё оставался человеком. Так же, как и мы, пишет Поберуха, с моим вторым мужем, они с женой переехали из города в деревню. О, как! Я, говорит, в то время начинала расширять своё хозяйство, решила покупать породистых коров. Ну, да, друзья мои, чё бы не гулять, как говорится, на чужие деньги. И, говорит, решила продать свою старую бурёнку-дворняжку-белку. Я, говорит, да, плохо помню, говорит, эту встречу. Гриша с женой, мол, позвонили, договорились о встрече. Приехала, говорит, семейная пара. Это Лёлька рассказывает про Гришаню и про его жену, и про его детей, да. Я, говорит, показала им хозяйство, рассказала, говорит, какие-то тонкости. Мы, говорит, вместе подоили белку. Впоследствии, говорит, моя корова уехала жить к ним аж за 150 километров от дома. Да, то есть Лёлька имеет в виду, что пытается показать, что я, собственно, ничего такого и не запомнила. Ну, приехала семейная пара с детьми, да, забрала корову. Ну, и, как говорится, всё, на этом всё. Но, но, друзья мои, если Лёлька ничего не запомнила, то на Гришу она произвела просто несгладимое впечатление. Гриша, когда увидел эту роковуху, роковую женщину, женщину-вамп, вы знаете, он все эти долгие годы до следующей встречи нёс у себя в памяти образ Лёльки. Так, всё помню. Она рассказывает, а вот мой новый муж, оказывается, запомнил гораздо больше деталей того дня. Наша первая встреча была для него ярким событием. Вот как о нём рассказал сам Гриша. Ты вышла к нам в синем комбинезоне. Беременная. Ребята, я не могу. И очень активная, даже слегка суетная. Я сразу почувствовал к тебе позитивный настрой на жизнь и целеустремлённость. Мне было весьма интересно за тобой наблюдать и слушать рассказы о сельской жизни из уст недавней горожанки. Потом в дверях дома появился твой муж ЕП. Да, да, Гриша так прямо и сказал. Твой муж ЕП, да, он ещё забыл сказать тиран. Деспот, друзья мои, всякие разные словечки. И ты, словно спохватившись, быстро с ним распрощалась. Убежала во своя си. А мы ещё тогда с женой заметили, как ты поменялась в лице при виде супруга. Чувствовалось, что между вами была какая-то напряжённость и что ты его боялась. Ребята, большего бреда я в своей жизни не читала и не видела собственными глазами. Лёль, что ты мелешь? Да не будет мужчина никогда запоминать. Никогда, тем более ту женщину, которая ему вообще по барабану была абсолютно, во что она была одета, как она выглядела, её чувства, эмоции, это точно не про мужчин. Он может почувствовать свою женщину, с которой он любит, да, которой есть какие-то чувства, с которой он живёт уже определённое количество времени, чтобы уже понимать, да. То есть, когда вот живёшь в браке с мужем, да, муж с женой, мы уже с полуслова все друг друга понимаем, уже вот одного взгляда достаточно, даже порой слов не надо, чтобы понять, как говорится, какие сейчас эмоции испытывает твоя вторая половина. Я думаю, все со мной согласятся. А тут приехали покупать корову, и прямо, знаете, вот прямо что-то они почувствовали, да. Он, говорит, сразу почувствовал в ней позитивный настрой и целеустремлённость. Ребята, а вот эти слова без конца повторяет Поберуха и её старшие дети, что они все такие ого-го, все такие целеустремлённые, все такие молодцы, все такие позитивщики, всего добиваются. И Грише было, представляете, очень интересно слушать, наблюдать рассказы о сельской жизни из уст горожанки. Так твоя жена такая же, да, тоже переехала из, собственно, города в деревню. И особенно мне понравился момент, когда Женя бы не успел появиться в дверях, ЕП, как было написано, да, и всё, и Лёлька уже прямо испугалась. Тиран пришёл, Лёлька понеслась, решила со всеми попрощаться. Они с женой ещё потом стояли и кумекали, да, что же, что же такое между вами? Господи, Лёль, что ты мелешь, что ты рассказываешь? Ты даже тогда, когда вот сейчас, да, вернее, сейчас, так скажем, ты рассказываешь о том, что вот, мы так плохо жили, с Женей Б, всё было ужасно, я вам врала, я сочиняла, он был деспотом, тираном и так далее. Ребята, ну давайте вспомним их совместные стримы с Женькой Б, да, их ролики. Как спокойно, непринуждённо себя чувствовала поберуха, как она могла сказать Жене Б всё, что она считает нужным, как она, собственно, делала то, что она хотела. Она же всегда говорила о том, что Женя Б был против хозяйства, но при всём при этом Лёля делала, что хотела с этим хозяйством. Хотела, значит, увеличивала, хотела сокращать, сокращала, да, поголовье скота. Типа Женя Б был вот такой-такой-такой блогерством, да, был против, чтобы Лёля занималась. А Лёля занималась и показывала и свои отношения, и всё на свете, и Женя Б даже принимал активное участие. И тоже, кстати, просил донаты, там, по-моему, было несколько лет тому назад, когда Женя Б как раз-таки говорил, что я спою вам песню, там, за столько-то, за такой-то, такой-то донат, что-то такое было. Ребята, я уже, если честно, не помню, потому что я с того момента ещё даже смотреть толком не начинала, но видела как-то вот этот вот стрим, то есть его, он мне попадался в рекомендованных. Но дело не в этом. В общем, Лёля хотела этой статьёй, ребята, показать, что это она на Гришу, ну, не обратила внимания, но приехали, приехали покупатели. А вот Гриша-то, находясь в законном браке с Мариной, представляете, а Гриша-то Лёльку сразу заприметил. И даже, ребята, запомнил, да, она говорит, ты вышла к нам беременная. К Аню понятно, что она вышла беременная, потому что она всегда беременная, да. А прям вот то, что она вышла в синем комбезе, Гриша-то запомнил. Прям вот запомнил, больше, видимо, запоминать было нечего. И она пишет, ничего не предвещало продолжение отношений и ЗАГСа. Но, пишет Лёлька, Бог нас периодически сводил. Лёль, я сомневаюсь в том, что это был действительно Бог. Учитывая, ты знаешь, учитывая, собственно, то, как ты расстаёшься со всеми своими мужчинами и мужьями, да, то какие у вас потом, так скажем, совсем некрасивые вот эти вот выходы из отношений, я сомневаюсь. Далее. Далее, значит, она пишет о том, что мы встречались на разных домашних праздниках у наших общих знакомых, друзей, да, ну, я так понимаю, у Козлодоевых. Не могу сказать, пишет Лёлька, что мы дружили семьями. Я наблюдала за их жизнью, да, и так далее, из любопытства. Но три года назад я случайно узнала, что бизнес на селе у ребят не пошёл. Она имеет в виду у Гриши и у жены бизнес на селе не пошёл. И они опять вернулись в город, и Гриша стал заниматься отделкой и ремонтом. Я в этот раз искала мастера, да, дабы доверить ремонт ванной комнаты у меня в доме. И вот она рассказывает, как Гриша приехал, как, значит, он ей там всё делал. Ну, это мы с вами видели ещё несколько лет тому назад. И рассказала о том, что у них уже тогда были очень тёплые дружеские отношения друг с другом. Да, друзья мои, я помню прекрасно, как Гриша занимался ремонтом в ванной комнате, а Лёлька, как коза-стрекоза, которая, знаете, не может пройти спокойно мимо любых мужских штанов. То есть она не понимает, что такое, да, субординация. Она не понимает, что такое, вот, когда, допустим, ты общаешься с кем-то, да, с кем-то, вот, с кем-то по работе, по делу, да. Ты нанимаешь человека, что как-то надо всё равно соблюдать субординацию. Нет, она там скакала перед Гришей, точно так же, как она потом скакала перед Сергеем Петровичем, там, то брови показывала, то ещё что-то, да, то всякие разные моменты. Короче, было всё это дело, но Лёлька такой человек, она не может спокойно пройти мимо мужика. Какое угодно, вот просто это её вот, ей надо обязательно с мужиком кокетничать. Ну и что? И рассказывает, Гриша доделал ремонт тогда и уехал. Это имеется в виду несколько лет тому назад. И вот, говорит, после этого прошло три года, мы, говорит, редко встречались, говорит, у меня, говорит, жизнь кипела. Ну да, друзья мои, мы видели прекрасно, как Лёлька, собственно, не успела родить Веронику. Потом, да, потом там бегала-бегала, значит, с Сергеем Петровичем. Вот, а потом в её жизни появился Шурик, и Лёлька всё на свете забыла-позабыла. Но, пишет Лёлька, да, судьбоносная встреча, судьба, мол, нас свела вновь, друзья мои, да. И опять, пишет Паверуха на фоне стройки, вернее, переделки некачественной работы предыдущих строителей. Ну и рассказывает о том, что мои друзья посоветовали мне обратиться к Григорию. Ну, я так понимаю, что, понятное дело, нет, понятно, что посоветовали Козлодоева, да, но я так понимаю, ребят, что у Грифи всё-таки, ну, не было столько, столько объектов, не было столько работы. Ну, видимо, я не знаю, какой, насколько он хороший мастер, не мастер, да, но в любом случае, если он так спокойно нашёл время, чтобы поехать и, так скажем, помочь Лёльке, опять же, хотя с другой стороны, кто его знает, что там было на самом деле, да, но в любом случае, я так понимаю, что, ну, нет, у него такого огромного количества заказов, раз он нашёл тут же свободно время и отправился к Паверухе. Лёля пишет, правда, было одно большое, но Гриша тогда жил очень далеко. Чтобы ему добраться до нашей Туровки, ему приходилось наматывать десятки километров в день, а это было тяжело, неудобно и дорого. Да, друзья мои, по этой причине Лёлька предоставила Грише сразу койко-место, да, прям у себя в спаленке и паленке, а чё бы и нет, как говорится, а чё, все взрослые люди, и пофиг, что Гриша был на тот момент женат. Короче, далее пишет, что я уже тогда могла оценить его по достоинству и понять, что Гриша настоящий друг. Ну, обычно друзья так и поступают. Подружили немножко организмами, в койку улегли, всё хорошо, всё прекрасно. И вот она рассказывает. «Вся измождённая. Я встречала его на пороге нашего дома на четвёртый день после выписки из роддома с одиннадцатым младенцем на руках». Ребята, я прям представила эту картину. «В моих глазах он предстал настоящим спасителем-суперменом. Ведь, несмотря на то, что у него тогда был очень плотный график работы, на другом объекте мой дорогой друг сумел как-то всё организовать так, чтобы примчаться и ко мне на помощь. Это дорогого стоит. И моё сердце было преисполнено благодарностью к этому необыкновенному прекрасному человеку». Ребят, представляете, супермен какой молодец. «Лёль, а чё ж твой супермен сейчас не хочет тебя спасти и дать тебе 16 тысяч рублей?» Вот мне просто интересно. Ребят, ну как вот можно так вот расхваливать его, при всём при этом клянчить-клянчить небольшие суммы денег? «Помню», – пишет Лёлька, – «как он вошёл, быстро осмотрел помещение и тут же приступил к демонтажу сгнившего пола. Ломать, – пишет Лёлька, – конечно, не строить». Далее Лёлька начинает рассказывать, «Да, мы порой засиживались допоздна за чашкой чая». «Ой, ребят, сомневаюсь я, что всё ограничилось чашкой чая». Мы с вами видели прекрасно, а поутру они проснулись, мы видели, как Лёлька порой выходила в телеграм-канал уже тогда, как раз-таки на тот момент, когда Гришаня у неё уже жил, вовсю жил, там что-то типа строил, жил и так далее. И Лёлька вылезала в своих этих лепёшках, в телеграм-канале, вся пухшая, отёкшая, явно не из-за чашки чая, ребят. Вот, явно чашкой чая там не ограничилось, я так понимаю, помимо чашки чая, там было что-то и покрепче. Тем более Лёлька у нас, оказывается, может спокойно прибухнуть, что она нам показала, да, даже тогда, когда она носит ребёнка под солнцем, она говорит, ой, под солнцем, под сердцем, она говорит, «А чё такого, да, а я ж чуть-чуть, а я совсем, помните, как на донышке, на донышке, да». Так вот, она рассказывает, мы, значит, с ним засиживались и не могли наговориться. Ребят, только вдумайтесь, у женщины 11 детей, один из которых младенец, вот, ну, потому что на тот самый момент ребёнок был вообще младенцем, она только приехала, только приехала как раз-таки с роддома. Какой засиживаться? Тут времени на себя, на то, чтобы, имея столько маленьких детей, да тут времени просто элементарно даже лишний раз заскочить, как говорится, да, там в ванну принять нет, не то, что в ванну, душ, наверное, принять нет, бегом-бегом там поспала несколько часов, и опять, как говорится, по делам. А тут она, представляете, часами ночи напролёт, нет, чтобы убаюкивать, сидеть рядом с кроваткой своего младенца, своего маленького ребёнка Вареньки, нет, ну, или с другими детками, да, нет, ребят, зачем? Она сидела и слушала, и она говорит, так нам интересно становилось друг с другом, и тем сильнее хотелось слышать голоса друг друга. Я, ребят, просто в шоке. То есть вместо того, чтобы заниматься детьми, видеть, как растут твои дети, как они делают что-то новое, что-то новое происходит у них, да, там первое что-то, вот что-то такое, то, что ты не видела именно у этого ребёнка. Нет, она засиживалась с грешаней, и, собственно, ну, потом пишет, Лёлька греха уехала на другой объект, где работал ранее. Ну, и я осталась спасённой в пристройке, которую ещё не доделали. Но, говорит, я надеялась поскорее увидеть уже дорогого мне человека. То есть у них уже всё тогда на тот момент было и случилось. Да, друзья мои. Ну, и, короче, пишет дальше. Тут я, пожалуй, остановлюсь. То, что было дальше, непременно расскажу вам. Если вы напишите под этой статьёй, Оля, напиши продолжение и зададите конкретные вопросы, о чём бы вам хотелось узнать. Лёль, ты знаешь, вот я почитала твою статью, прочла её пару раз, и мне интересно, ты так всё рассказываешь красиво, прямо так вот, прямо так всё вот, всё было так скромно, за чашкой чая. Вот прямо, знаете, времена тургеневских барышень просто отдыхают, да, девица из института благородных девиц, наша Лёлька, вот просто святая святых, засиживалась за чашкой чая. Мы общались, не могли наговориться. Господи, добухнули, и по пьяни закрутилось сто процентов. Вот сто процентов. Даже вот уверенно в этом настое на двести процентов. Потому что, видимо, в тот самый момент ей отказал Шурик, и Лёлька сказала, была не была, может, мне всё равно нужен. И у них вот так вот закрутилось. Причём закрутилось-то очень давно. Закрутилось, как говорится, по пьяни, да, Любовь и голуби, и не выберешься. Вот так и у них, прям рассказывает, прям такие чудеса. Лучше бы рассказала то, что было на самом деле. Как ты грешанью соблазняла, как ты грешанью в постель укладывала. Мы же всё это прекрасно понимаем. Прекрасно понимаем. Да, друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Продолжение, как вы уже поняли, следует. Поберуха продолжает рассказывать нам страсти и мордасти. Роковуха, завидуйте. Роковуха, завидуйте. Продолжение следует...